МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По прогнозам специалистов, отечественный рынок электротехники в ближайшие годы вырастет из-за того, что потребление электрической энергии до 2040 года в Казахстане станет ежегодно увеличиваться на 1,2%. Это дает веские основания для позитивных ожиданий тем компаниям, которые заняты в производстве и продаже электротехнического оборудования. Секторы, которые стал одним из самых динамично развивающихся в республике. Трансформаторы, электрические кабели, произведенные в Казахстане, завоевали признание иностранного рынка. Вы понимаете, что никто нас нигде не ждет, и продукция должна быть конкурентной по качеству и по ценам. Страны СНГ, Китай, Афганистан и даже Африка, экспортная география продукции достаточно широка. Конкурировать за рубежом нелегко, говорят производители. Но куда сложнее доказать внутреннему рынку свое качество. Есть пренебрежение к национальным экономическим интересам. По данным прошлого года, валовый объем произведенных конденсаторов и аккумуляторов составил 117 миллиардов тенге. Объемы выпускаемой продукции растут с каждым годом. Конечно, свою ложку дегтя в бочку меда добавляют маркетинговые коммуникации. Есть общая системная проблема продвижения на внутреннем рынке, как ни странно. Она касается не только этой технического машиностроения, а вообще обрабатывающей промышленности. Как казахстанским производителям, доказавшим всем и вся свое качество, приходится бороться за отечественного покупателя. Чем наши аккумуляторы отличаются от зарубежных? И что, несмотря на сомнения отечественного покупателя, позволяет отрасли держаться не просто на плаву, но и завоевывать интерес на внешних рынках. Обо всем этом в программе «Промышленность». На производство электротехники в Казахстане всегда делали большую ставку. Энергетическая отрасль автократична. Производство располагает всеми необходимыми материально-техническими и финансовыми ресурсами для производства любой электроэнергетической продукции, в том числе и сложной. Всего на сегодняшний день в республике более 400 предприятий, занимающихся производством электротехники. Практически все они выпускают промышленное оборудование. Трансформаторы, кабельную продукцию, вентиляционные системы. Электроприборы, которые мы используем в быту, как правило, все произведены за рубежом. В структуре ВВП казахстанская электротехника собирает меньше полупроцента. В деньгах это более 64 миллиардов тенге. Три года назад, когда для всей экономики в целом были трудные времена и во всех секторах произошел спад, электротехника сохранила рост производства. Аккумуляторные батареи, которые у нас в Ломодинской области производятся, на данный момент они практически покрывают на 70% внутренний спрос, при этом еще экспортируют порядка 60% производительной продукции в год. Аккумуляторные батареи, произведенные на этом Талдыкурганском заводе, известны не только в Казахстане. В год здесь производят более 2 миллионов аккумуляторов. 60% всей продукции экспортируются в страны СНГ, Китай, Германию, Польшу. Через партнеров Поднебесной предприятию удалось выйти на африканский рынок. Место под солнцем дается нелегко, признаются отраслевики. Каждая страна старается поддержать своего производителя. У нас замкнутый цикл сырье, мы получаем основное сырье в аккумуляторах, свинцово-кислотных аккумуляторах, является свинец. Казахстан производит порядка 150 тысяч тонн свинца. Казахстан ставит задачу сейчас уйти от сырьевой зависимости. Мы поставили задачу перевести весь казахстанский свинец в аккумуляторные батареи. Такая задача, она выполнима, потому что со 150 тысяч можно сделать максимум 15 миллионов аккумуляторов. Увеличить объемы производства за счет рационального использования сырья вполне возможно, говорят эксперты. Основные металлы, необходимые для создания конденсаторов, аккумуляторов и кабелей, медь, свинец, алюминий, электросталь. Всего этого в нашей стране хватает для того, чтобы отрасль не стояла на месте. В Казахстане ежегодно до 12 тысяч тонн алюминия, около 6-7 тысяч тонн меди и 10-15 тысяч тонн свинца идут на производство электротехники. То есть это трансформаторы, конденсаторы, кабельно-проводниковая продукция и аккумуляторы, и другие аналогичные товары. Наличие сырья сказывается на том, что практически вся электротехническая продукция, произведенная в стране, имеет большой процент местного содержания. Так, например, в трансформаторах 80%, в аккумуляторах на 10% больше, 90%. Кабели на 100% наши. Отрасль не испытывает проблем и с оборудованием. В части продвижения на внутреннем рынке есть определенная системная проблема, которая касается не только электротехнического машиностроения, а в целом обрабатывающей промышленности. Это обеспечение заказами отечественных предприятий в государственных закупках и в проектах, реализуемых за счет государственного бюджета. К сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что исполнители на местах не до конца, возможно, понимают политику, проводимую государством по развитию обрабатывающей промышленности, по наращиванию отечественного содержания. И зачастую это приводит даже к таким парадоксальным случаям, когда, имея свое производство, заказы отдаются на сторону, то есть зарубежным конкурентам. О том, что наша продукция оказывается за бортом у своих же компаний говорили неоднократно и в Мажелесе, интересовало депутатов то, почему государственные органы игнорируют поддержку отечественного производства. Закупают те же трансформаторы не в Казахстане, а зарубежом. Как показывали данные от счетного комитета, имелись случаи, когда госорганы закупали оборудование в тех или иных случаях или другие товары, продукцию за рубежом в несколько раз дороже, чем они стоили здесь же, в Казахстане. Причем через всякие там офшорные зоны, через Маршалла, через Шейшел, для чего это делалось? Для того, чтобы на самом деле вот эта разница сразу она оставалась там за рубежом, на счетах, подконтрольных тем или иным лицам. Мы категорически настаивали и требовали, даже когда обсуждался закон о закупках, когда правительство исключало оттуда понятие «казахстанский производитель», «казахстанское содержание». Наша фракция активно против этого выступала и девять раз на пленном заседании мы голосовали против таких предложений. Ну, тем не менее, решение было принято и сегодня мы пожинаем плоды этого. Впрочем, неприятие местных компаний не единственная проблема, с которой сталкиваются наши производители. Преграды есть во время закупа за рубежом необходимой продукции, говорят в Союзе машиностроителей Казахстана. Туда предприниматели обращаются во время спорных ситуаций, решают такие конфликты на уровне экономического союза. Металлургический комбинат в России необоснованно завышал цену на металлургическую продукцию, которую потребляет наше предприятие. Мы вынуждены были обратиться в Евразийскую экономическую комиссию. По итогам расследования комиссия оштрафовала два российских металлургических предприятия и их руководители, создавших дискриминационные условия для потребителей Казахстана. На сумму более 217 миллионов российских рублей. Проблемы с внутренними заказами не обходят стороной и крупнейшие заводы, как, например, этот по выпуску силовых трансформаторов, трансформаторных подстанций, ячеек. По итогам прошлого года суммарный объем местного производства превысил 19 миллиардов тенге. Треть всей продукции пошла на экспорт. Однако, ни внушительные показатели, ни репутация не помогли заводу получить возможность реализоваться в крупных отечественных проектах. В городе Алматы были три проекта. Это проекты Кукжаляу, Универсиада, электроснабжение нового микрорайона Нарусбайского района города Алматы, где Акимат города Алматы поддержал генеральную подрядную организацию, строительную организацию, которая предложила заменить на продукцию российских, либо на продукцию китайских производителей. Такие неграмотные и несогласованные действия сотрудников и национальных компаний, и государственных чиновников приводят к тому, что наши отечественные производители вынуждены выживать. Развитие электротехники не стоит на месте. Прошлая пятилетка индустриализации принесла стране 15 новых объектов. До 2019-го появятся еще 7. Все это позволит отрасли наращивать объемы производства, даже несмотря на кризис. Кризис, ослабивший платежеспособность потребителей, отрицательно сказался на показателях генерирующих компаний. Но почти не затронул производителей и продавцов оборудования, которые на этом основании с позитивом смотрят в будущее. Объемы производства электротехники в нашей стране растут. Прошедший год показал рост на 26,5%. Наша продукция востребована на зарубежных рынках и наращивает потенциал. Трансформаторов стали производить в два раза больше, так же, как и электронных кабелей. Рост аккумуляторов превышает 14% по сравнению с 2016. Разумеется, негативные явления в экономике влияют на этот кластер, но в меньшей степени, чем на генерацию. Рынок достаточно емкий. Однако при сохранении на перспективу негативных тенденций некоторые компании могут воздержаться от долгосрочных стратегических вложений.